ЗВЕРСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК Да, это ушастый ёж, но не африканский. Не африканский? Да, это просто ушастый ёж, африканский, это отдельный вид. Они ещё меньше? Они нет, они точно такие же по размеру, но они расцветкой отличаются. Они именно беленькие. То есть это просто ушастый ёж, но вот он тоже взрослый. Да, карликовый ушастый ёж. Карликовый, правильно. В чём, ну, понятное дело, в размерах отличия, а в чём ещё? Это искусственно выведенные животные от обыкновенного ежа, чем отличается? Или от степного ёжика? Они размером в первую очередь отличаются, также они не сворачиваются. А, то есть вот то, что он такой контактный, это заслуга не только вашей, а природы, да? Ну, не только. Может шипеть, поднимать иголки? Может. Может шипеть, они, как правило, когда шипят. Давайте я вам покажу. Когда они шипят, они, как правило, пытаются свернуться. У них это не получается. Остаётся голые лапки и голова частично. Также они пытаются уколоть противника своими иголками. То есть всё-таки они их поднимают, да? Да, поднимают, становятся более колючие. Но вот всё равно эта контактность, она, наверное, больше для них свойственна, чем для обычных диких ёжиков, которые живут у нас в лесах. Нет, если обычного дикого ёжика приручить с детства, то он будет такой же контактный, такой же милый. У нас вот есть представитель живой, ёжик Яша, который у нас живёт в Гринвиче. Он больше раза, наверное, в 3-4, чем вот этот ёжик. И более того, он ещё не взрослый. А этот уже взрослый. Этот больше не вырастет. Да, это самец. Он самый большой из африканских... Ой, из африканских... Из ушавных. Да, из ушавных ежей. Получается, что ёжики обыкновенные, вот знаю прекрасно, что они в условиях неволи не размножаются. Вернее, не удалось, редко очень получается добиться хорошего приплода от обыкновенных ежей в условиях неволи. У этих всё в порядке, да, с размножением? Да, у этих всё хорошо. Они размножаются тоже очень быстро. Вот у нас Бонни и Клайд родители. Это вот папа всего семейства. И дочка есть Фанечка. Какими рождаются ёжики? Особенно процесс, они колючие сразу или нет? Или у них нет иголок, и они голые, похожие на мышат? Как они выглядят, и как процесс этот происходит в развитии? Они совсем маленькие рождаются. С маленькими мягкими иголочками в течение нескольких часов иголки становятся в несколько раз больше. В течение нескольких часов, то есть буквально вот сразу, как на воздух, да, появляется? И потом, около двух месяцев, когда малышу исполнится, он уже станет взрослым, станет самостоятельным и сможет жить отдельно от родителей, так скажем. Вообще, кто они? Насекомоядные, так же, как и обычные ёжики. Чем питаются, чем кормить? Они вообще всеядные, они питаются и насекомыми, в природе они питаются лягушками, мышками всякими. То есть также им очень важен белок в рационе. Насекомые тоже часть их рациона, большую часть составляют, но они откажутся и от фруктов с овощами. Вот сейчас пыхтел на меня ругался явно, да? Если я попробую его перевернуть, он, вот тот процесс, да, произойдет, как вы скажете, он будет пытаться вырваться, но свернуться не сможет. То есть они просто не умеют это делать? Да, они просто не умеют это делать, они не приспособлены. Сейчас как издевательство, да, выглядело с моей стороны? Внизу у них шерсть. Они мягкие, да. Да, они мягкие, они более мягкие, так же иголочки у них более мягкие, менее колючие, менее... Да, это ощущается, как массажная щеточка, вот такое примерно ощущение. Как живут, сколько по времени? Наверняка, как все карликовые животные, меньше, чем их обычные сородичи. Ну, они живут, если дома живут, то от 3 до 6 лет они живут. А если в природе, то всего 3-4 года, потому что там очень много факторов, риска, так сказать. Они очень много кого боятся, но у них очень хорошая устойчивость к яду змей, каких-то таких вот животных. А кто помимо змей может быть природным врагом? Ёжика? Ой, практически все. Он тоже хищник, он может съесть лягушку, может с насекомыми питаться. То есть все-таки можно себя постоять, тем не менее, почти все, кто крупнее... Ну, все, кто крупнее, да, даже бродячая собака небольшого размера, может ему довольно сильный ущерб нанести. Потому что иголки у него мягкие, он не сворачивается, лапки и мордочка у него остаются в зоне доступности. Помимо, знаю, иголок, да, самой специфической защиты, есть еще хорошие зубы. Да, кусаются. Может кусаться. Вот этот вот момент расскажите, все-таки контактный зоопарк, вы общаетесь, животные общаются с посетителями. Как отучить ёжику кусаться? Может быть, есть какой-то секрет? Например, если вот он кусачий, действительно возможно ли отучить или все, надо поставить крест и смириться с этим? Если он кусачий, то с ним нужно общаться и, в общем-то, в контактный зоопарк вряд ли его возьмут, потому что мы их с детства приручаем, чтобы они привыкали к рукам, к большому количеству людей, чтобы так же привыкали, а не к одному человеку. Укус вообще, это больно? Ну, не знаю, скорее всего, больно. А вам не знакомо, то есть у вас ни один ёжик не кусается? Они прикусывают, если им что-то не нравится, если они устали, как-то утомились под конец дня. И так же кормить нужно тоже их аккуратно, потому что все-таки у них конкуренция за еду. Даже внутри семьи? Да, даже внутри семьи они могут драться, пищать, вытищать. Кто получает первую еду? Первый, это не зависит от них, это зависит все-таки от того, кто успеет, тот успеет. То есть нет такого, что там самка или самец? Нет, нету. Или, например, если воспитывают малыша, то ему отдают предпочтение? Нет. Нет, у них, то есть, кто первый, тот и съел. Да. Если держать дома такого ёжика маленького, карликового, какие должны быть условия? Не знаю, какая-нибудь специфическая лампа, может быть, они все-таки любят тепло? Какая-то настил, подстилка? Как оборудовать место для него? Ну, подстилка подойдет обычной опилке, то есть прессованный опил. Ничего им такого не будет, есть у них тоже не будут, что немаловажно. Клетка, ну, должна быть довольно внушительных размеров, даже для одного ёжика. Ну, наверх, да, километры в течение дня? Да, ёжики одни из самых таких ходунов. Я вот вижу, он, да, буквально не сидит на месте, ему нужно все везде докопаться. То есть, если выпускать, гулять в квартире, то только под присмотром. Карликовый ушастый ёж вообще за ночь может пройти от 7 до 9 километров в природе. Вот так, можно представить, сколько по квартире тут клубов. Да, поэтому ему нужна большая клетка в первую очередь, и, в общем-то, горизонтальная, потому что по вертикали они никуда не залезают, не ползают, никого второго этажа полочек им не требуется. Можно ли поставить ёжику в клетку колесо? Колесо? Нет, он по нему бегать не будет. Всё-таки это больше для грызунов. Да. Помимо того, что должна быть большая клетка, какие-то элементы обогащения нужно для ёжика дома готовить? Или просто действительно в миску положили еду? Ну, какие-то вот вещи, которые бы имитировали вот эту трудную добычу еду в природе? Ну, трудную добычу еды в природе нет. Мы не имитируем, мы им даём спинцета. То есть иногда... А почему спинцета? Спинцета? Да, они очень такие охваткие. И то есть, как я сказала, уже у них начинается борьба. Даже если давать всем по одному червячку, жучку, то они увидят сразу первого и побегут к нему. То есть имен спинцет, это чтобы вот так вот разделить. Сначала этому, потом этому, потом этому. Можно ли держать дома двух ёжиков? Будут ли они от этого менее контактными? Двух ёжиков можно держать, даже нужно. Но в природе они более одиночные. Вообще, в принципе, можно и одного, и двух. Без разницы. Вот у нас с семьёй живут. Мама, папа и дитё. Но двух самцов нежелательно совмещать. Будут драться, да. По территории. То есть спокойно, помимо кормёжки, никаких конфликтов у них не бывает? Конфликты у них бывают. Внутри семьи это всегда. Так как ёж, он всё-таки одиночка. В стаях они никак не живут. Это моя постель, да? Да, в природе вообще самка после беременности, она уже выгоняет самца. То есть они не живут никак вместе, не поддерживают, не содержат семью. А потом самка выхаживает уже самостоятельно, да, детёныш? Да. Долгий этот процесс по времени. Если, например, да, в домашних условиях случился приплод, требует ли это какого-то вот именно особого внимания? Или это довольно-таки простой процесс? Особого внимания нужно, конечно, самке уделять много времени на её питание, на то, чтобы составлять рационы, чтобы они не были однообразными. Нужны витамины, кальций, в общем-то, как для всех животных, чтобы была в доступности вода, еда всегда. И если самка наберёт во время беременности вес или наоборот его скинет, это не будет ничего страшного, не надо из-за этого переживать. Вот по поводу еды, по поводу рациона сказали, интересно, какая самая большая вкусняшка, именно сладость для любимое, излюбленное блюдо в рационе у ёжиков? У ёжиков, ну, это, конечно, мясо и насекомое. Вот именно он у нас любит зоофобосов. Это вот такие толстенькие червячки. То есть вот есть возможность, например, за эти вкусняшки чего-то добиться от ёжика, может быть, даже какой-то элемент дрессировки применить? Ну, это вряд ли. Если очень хорошо заниматься с ёжиком, они узнают хозяев, но не до такой степени умные, продуманные животные. То есть дрессуре вряд ли получится? Да, это ёжик. Он сам по себе такой неповоротливый, маленький. А на имя откликается или нет? На имя тоже нет, не откликается. Прекомендовали бы держать домашнее животное такое? Домашнее животное, ну, те, кто соберётся его заводить, пускай будут готовы к тому, что ёж – это очень пахучее животное. Запах есть? Прежде всего, да. За ним нужно часто убирать. Также он любит всё рыть. То есть дома будут перерыты, да, все уголки? Ну, дома его вообще нежелательно отпускать, потому что он может что-то съесть, отравиться. Ну, в общем-то погибнуть. Хороший домашний питомец, замечательный, милый, но требующий постоянного контроля. Да, постоянного ухода, контроля. Особенно они склонны к тому, чтобы сбегать. А вот если сбежит, он выживет в условиях нашего Урала? Нет. Не выживет. То есть ещё потом и стыдно будет хозяину. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Замечательному Бонне удачи в его семейной нелёгкой жизни. Дорогие зрители, я прощаюсь с вами. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова